Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня один человек навеял на меня такое странное чувство. Вызвал даже негодование и негативные эмоции по поводу того, что в нашем виде спорте вообще существуют такие люди. Хотя не только в нашем виде, потому что они в принципе есть везде. Но для простого обывателя, когда он видит какого-то одного персонажа, в общем, у него свое мнение выстраивается по поводу всех остальных людей, находящихся в этой сфере. Вот такая вот странная особенность человеческой души. А по поводу чего я хотел поговорить? Так это по поводу инсулина. Как-то один идиот решил спросить у меня совета. Ходил он у меня, короче, целый месяц консультировался. Я ему рассказывал, что как этот самый, туда-сюда. Ну, бесплатно, ничего, просто так дружеские советы, в общем, ничего такого особенного. Я ему тщательно рассказывал, как принимать, сколько, когда, чем грузиться в случае чего. Если вдруг там, да, какие-то проблемы будут, допустим, гипогликемия, когда начинается, как ее оккупировать и так далее. И как-то, значит, встречая я этого индивида у себя в городе, в центре, чисто случайно, гляжу, а он в руках три флакона тащит инсулина. А они десятикубовые. Я такой, что? Спрашивает, тебе нафига так много-то? Может, я, ну, думал, может, еще кому-то берет там этот самый. Я говорю, ты там, это? Да нет, это я себе взял. Куда тебе три флакона, ты сейчас с ума сошел? Тебе его, блин, на 10 лет хватит, там, блин, пропадет, если, ну, долго стоять будет. Ну, вообще срывоводность у него как бы большой, там, ну, я так утрирую. Вот, он, да нет, я же, ты же сказал, там, ставить этот самый по два куба. Я такой, что ты, что, придурок, блин, у меня, ну, вырвалось реально, я не выдержал. Матами на него наехал, этот придурок на меня обиделся, крути, ну, инсулин по два куба ставить. Это, это просто нечто. Идиот, это можно реально копыта отбросить. И, блин, после того, я его длительное время не видел, видать, этот придурок что-то с собой сделал. Короче, тут мораль такова, что заставь, как там, поговорка, заставь дурака богу молиться, он себе голову разобьет, да, а полка на молиться там будет. Вот, и это просто нечто, я охренелся этого. Реально, я не знаю, человек вроде бы меня слушал, блин, махал гривой, что понимает. Все замечательно, но на деле оказалось, что этот дебил, блин, вообще ни слова не понял из того, что я ему говорил. То есть у меня иногда складывается такое впечатление, как будто это, блин, какие-то пустые оболочки, знаете, стоят. Они вроде как люди, ну, все. Ну, там, блин, я не знаю, как будто какой-то таракан в голове сидит, ими управляет. Вот, а это всего лишь оболочки, такие какие-то, блин, оборотни. Они только с виду на людей похожи, но на самом деле это не так. Потом, недавно в зале я встретил еще одного идиота. Уже взрослый человек, вроде бы, казалось бы, и не бедный такой, довольно состоятельный в жизни, звездюк. Ну, как говорится, положение и статус, и деньги не делают вас умнее. Вот, этот дебил увалил 50 единиц инсулина. Инсулинового шприца, сотка, 50 единиц он поставил. 50 единиц, значит, он поставил, и началась у него гипогликемическая ерундовина. В общем, гипогликемия у него началась. Этот придурок что сделал? Вместо того, чтобы, там, я не знаю, глюкозу съесть, да? То есть, вообще надо, вот, когда гипогликемия от инсулина, обязательно нужно есть глюкозу, потому что она весьма эффективна, все это дело прекращает. Ну, собственно, инсулин же глюкозу и расщепляет. Поэтому ему лучше глюкозу подкидывать, чем просто сладости. Ну, а если глюкозы нет, тогда сладости есть, обязательно. То есть, углеводы какие-нибудь, то есть, это по-любому. Этот идиот увалил 50 единиц инсулина. Гипогликемия, что он сделал? А я запил ее водой, я думал, поможет. Придурок сознание потерял, я ему говорю, ты что, дурак что ли? Он говорит, а что такое? Вода, наверное, вымывает там все, да? Я говорю, мозги она вымывает очень хорошо у неправильных людей. В общем, вот такая вот у нас история сегодня была про идиотов и неправильное применение препаратов. И вообще, блин, я вот не знаю, этих людей, блин, к лекарственным веществам вообще ни к чему нельзя допускать. Им даже, блин, я не знаю, таблетки от головы надо не просто по рецепту, блин, выдавать, а к психологу, блин, потом к терапевту, и потом только ему таблеточки от башки давать или, я не знаю, или обучать их, хотя они не обучаемы, уже сколько лет, я одного придурка знаю уже много лет, второго тоже, и как-то мозгов там особо не прибавилось. То есть, как были, блин, здравствуй, дерево, я дуб, так и они и остались. Так что, такие вот делишки. А по поводу инсулины, как его применять, конечно же, я постараюсь написать статью обязательно. Вернее, я уже писал, но у меня, скажем так, немножко изменились взгляды, вот, и я пересмотрел то, что я знал ранее, вот, и кое-что еще добавилось, поэтому стоит, конечно же, новую статью состряпать, потому что очень много чего интересного появилось, вот, по поводу применения и, в общем-то, комбинирования с другими веществами. Так что, надо будет по поводу, по этому поводу, что-нибудь сваргане. Так что, такое вот сегодня видео было, коротенькое, не коротенькое, не знаю, там, по-моему, уже минут 10 записываю, хотя мне тут мешали снимать видео всякие, гамадрилы тут ходят, выходные же, блин, они повылазили тут на береговую линию мудозоны. Так что, всем спасибо за просмотр, ставим лайк и комментируем видео, обязательно задаем вопросы, вот, и пишем свои истории, каких идиотов вы видели в своей жизни, обязательно нам всем будет интересно, в частности, мне тоже почитать про этих идиотов, можете даже ссылочки на видео какие-то скидывать, в общем, всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok